Здравствуйте, коллеги! С вами Сайков Роман, компания Admiral Markets и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Сегодня среда, поэтому мы поговорим о том, какие события актуальны на текущий день, поговорим о том, можем ли мы ожидать коррекцию в сентябре, в сентябре, октябре. Я напомню, что скоро будут выборы и, безусловно, это то, что событие, которое может внести коррективы в текущий рынок. Поговорим о Tesla, поговорим об Apple, поговорим о компании ExxonMobil, которая сокращает свои рабочие места. Поэтому, если вам нравится это видео, не забывайте ставить лайк, а ваши вопросы оставляйте в комментариях. Итак, давайте начнем с небольшого графика, который предоставлен на сайте LPL Research, который показывает то, как ведет себя индекс S&P 500 в год выборов в период с 50-х до 2019 года соответственно. Мы видим, что большинство из месяцев, которые здесь представлены, то есть, соответственно, 10 из 12 месяцев оказываются месяцами роста, но вот есть два месяца, которые мы как раз с вами подошли, это сентябрь и октябрь, в которых в большинстве случаев мы видим коррекцию. Сейчас довольно-таки много для этого предпосылок, рынок на локальных максимумах, S&P 500 уже выше 3500, есть неопределенность в выборах. С одной стороны, растущий рынок может говорить о возможной победе действующего кандидата и, соответственно, действующей партии, но не всегда так происходит. Соответственно, с одной стороны, растущий индекс говорит о том, что может победить Трамп, но пока по вопросам лидирует Байден, а вот Байден как раз для рынка, особенно для фонда рынка, очень большая неопределенность. Поэтому сейчас мы подходим к такому событию, которому как раз вот эта коррекция, которую многие из нас ожидают, ожидали, она вполне может последовать. Также из тех событий, которые сейчас происходят на рынке, хочу отметить начало торговли по компаниям Tesla и Apple. Компании начали с довольно-таки неплохого роста. Tesla ушла в первый день торговли по новым ценам, уже там порядка более 13%. Вчера тоже мы видели новый локальный максимум, Apple тоже не отстает и вчера тоже торговались по максимальным значениям. Также вчера для тех трейдеров и инвесторов, кто отслеживает компанию Tesla, Tesla сообщила о том, что есть договоренность на продажу акций порядка 5 на 5 миллиардов долларов с крупнейшими банками Morgan Chase, крупнейшие банки американские. То есть они будут продавать данный пакет акций и на премаркете Tesla вчера подрастала, но в конце торговой серии немного скорректировались. То есть данный объем, он составляет порядка 1% от капитализации компании. Ну сейчас любая новость, которая может быть их позитивной, хотя в данном случае это, ну мы не можем сказать, что это хорошо влияет на развитие компании Tesla. То есть это просто уже такой спекрутивный фактор, который оказывает рост по компании Tesla. Apple тоже начал торговаться. Я для себя, то есть как, наверное, знают наши слушатели, я веду также для себя параллельно инвестиционный портфель. И я сейчас покупаю акции, то есть примерно объемом в 400 долларов. На текущий момент Apple у меня не было в моем портфеле, но вчера первый день торговли, то есть моя покупка в сентябре, одна из которых была, это как раз компания Apple. Три акции я добавил в свой портфель, ну посмотрим, как ситуация дальше будет уже тоже развиваться. Обязательно об этом тоже запишу отдельное видео. И ссылочку на канал, на котором я рассказываю про инвестиции в акции, есть в описании к этому видео. Также еще одна из акций, которую я держу в своем портфеле, и также которая есть в портфеле многих инвесторов, это компания ExxonMobil, нефтяная компания. То есть понятно, что это не будущее, но это то, что есть сейчас, и мы все еще пользуем нефть, она нам все еще жизненно необходима. Так вот вчера также ExxonMobil сообщили о том, что они планируют, хотя до этого они говорили, что они не будут сокращать рабочие места из-за коронавируса, будут находить другие способы для реализации своих затрат и для оптимизации. Но вчера стало известно, что в австралийском отделении было предложено найти добровольцев, кто сможет уйти в отставку. И, собственно, сейчас вот эти события влияют на, безусловно, ExxonMobil. Мы видим, что она, если смотреть также картинку именно по торговле самой акции, мы видим по данному инструменту коррекцию. И сейчас вот давайте я переключусь тоже сначала на фондовый рынок, то есть именно на инвестиционный счет, и покажу вам, что сейчас происходит, в том числе с моим портфелем и с главными компаниями. Поэтому, безусловно, сейчас еще идут последствия урагана в Мексиканском заливе. Ряд буровых не могут добывать нефть. Но, собственно, это, с одной стороны, негативно сказывается на компании здесь и сейчас, но позитивно сказывается на нефти. Поэтому рост нефти тоже может привести и к росту компании. Но это уже отложенная реакция, которую мы, скорее всего, увидим чуть позже. Также на этой неделе у нас будут нонфармы, нонфармы, на которых мы как раз посмотрим по тому, как себя ведет рынок труда, то есть как он восстанавливается и есть ли эта динамика. Ну вот по компании ExxonMobil покажу график. Сейчас мы корректируемся, сейчас торгуемся по 39, а я в свой портфель добавлял по 33. То есть, в принципе, сейчас у меня запас еще на эту коррекцию, он есть, но плавающая прибыль, она снижается. Также себя неплохо ведут компании из защитной отрасли. В первую очередь компания Archer Daniels Midland, то есть компания, которая занимается производством сельскохозяйственных культур. Мы видим, что она довольно-таки неплохо восстанавливается, уже подходит к локальным максимумам. Также компания производственная, Caterpillar, также уже подходит к максимальным значениям, которые были сформированы в декабре. Я себе в портфель ее добавлял в июне, эту компанию. Ну а вот компания финансового сектора, то есть здесь веду себя не очень хорошо. Вот эта компания People's United Financial, дивидендный аристократ, который как раз одну из первых добавил в свой портфель. Да, цена была довольно-таки высокая, сейчас мы практически на 20% корректируемся. И понятно, что период низких ставок для финансовой компании это не самое благоприятное время. Но сейчас как раз мы неплохо скорректировались, здесь область поддержки в районе 10 долларов за акцию. Здесь я тоже подумаю еще усредниться по данному инструменту. И в сентябре добрать себе еще на 10-20 акций в свой портфель, докупить как раз для того, чтобы усреднить свою среднюю позицию. Плюс компания платит высокие дивиденды, пока она их снижать не планирует. И, собственно, здесь мы можем ожидать продолжения как раз динамики. Да, то есть какой-то период мы можем стагнировать, но тем не менее. Кстати, по дивидендам, то есть прошлый месяц в сентябре пришло довольно-таки большое количество дивидендов. Ну, мой портфель, он расширяется и из месяца в месяц, то есть я себе на счет получаю все больше и больше дивидендов от разных компаний. Ну, вот теперь еще добавил компанию Apple. Посмотрим, насколько она будет реализована. Добавил я ее, ну да, вошел по самому локальным максимуму, но пока она растет. Собственно, здесь ничего не мешает ей и расти дальше. Тем более в сентябре будет представление нового iPhone, который будет представлен уже с возможностью работы в сетях 5G. То есть это то, о чем говорят, то что все те пользователи, которые покупали для себя iPhone ранее, то есть там 5, 6, вот как раз могут начать их менять. Потому что у iPhone порядка уже миллиарда пользователей. Конечно, они вряд ли смогут получить там 2 миллиарда, но существующие будут заменять свои действующие модели. Ну, а теперь давайте посмотрим, что у нас происходит на валютном рынке и по ключевым индексам. В целом по евро у нас началась коррекция. Мы дошли до локального максимума, то есть обновили уже область 1.20 по евро. И сегодня мы видим как раз начало коррекции. Сейчас мы закрепляемся ниже минимальных значений, которые были во вторник. Поэтому сейчас можем как раз говорить о том, что коррекция по евро началась. Но входить контртрендово, как я думаю, что многие слушатели помнят, сейчас я не буду. Я буду ждать, пока евро скорректируется и буду заходить по тренду. То есть, в принципе, здесь неплохие уровни для входа, которые могут быть. Это область 1.1770 или даже чуть ниже. То есть, в принципе, до 1.1750 здесь я бы покупал. То есть, я буду ждать завершения данной коррекции и буду заходить уже на продолжение роста. Тем более, пока динамика ослабления американского доллара сохраняется. Ну, а коррекция, техническая коррекция, конечно, безусловно, назрела. Вот как раз сейчас она и реализуется. По британской валюте та же самая история. В сентябре открылся новый локальный максимум, но все-таки к концу торговой сессии продавцы перехватили инициативу и сейчас продолжают главенствовать по данной валютной паре. То есть, сейчас мы тоже видим закрепление за минимальным значением вторника, что также после факта закрепления переведет нас в разряд начала коррекции по данному инструменту. Ну, а я буду подбирать уже чуть ниже. Опять же, здесь интересная область для покупок. Я вижу уровень 1.30, 1.3070, 1.3050. Вот оттуда, если коррекция завершится вблизи данных уровней, то оттуда я буду заходить уже также по тренду. Пара американский доллара, канадский доллара продолжают свое нисходящее движение. Вчера мы тоже видели локальный минимум, сегодня мы на открытии корректируемся, пока мы не перешли в фазу коррекции по данному инструменту. Поэтому ждем закрепления выше максимальных значений вторника и дальше уже будем отслеживать завершение данной коррекции для входа на продолжение тренда. Папарь американский доллар, японская иена. Вот здесь мы, наверное, находимся чуть выше, чем все остальные инструменты. В принципе, сейчас мы находимся уже в зоне ценности, но продавать здесь я бы рассматривал все-таки чуть выше. Довольно-таки неплохие уровни, из которых я пробовал также это делать. Это отметка 106.90 с целями снижения как раз на 105.29. То есть в таком коридоре я попробую поработать, поэтому здесь я жду повышения по данной валютной паре. То есть, как я сказал, в область 106.80, 107 и оттуда я уже попробую продавать также по тренду. Австралийцы. Также вчера локальный максимум, сегодня также мы перешли в фазу коррекции. То есть, так как Австралийцы начали торговаться чуть ниже, чуть раньше, то, соответственно, уже мы видим закрепление за локальным минимум, который был сформирован во вторник. Поэтому сейчас, с точки зрения часового таймфрейма, я для себя, по крайней мере, могу перевести данную валюту в разряд той, которая начала коррекцию. И буду ждать ее, соответственно, завершения, чтобы присоединиться по тренду. Также уровнями для входа здесь может служить область поддержки на 72. Туда я жду коррекцию, ну и буду закупаться с этих уровней. По новозеландцу. Ну, точно такая же картина. То есть, в целом, мы с вами видим то, что многие инструменты сейчас начинают корректироваться. СНП, правда, сегодня обновлял уже локальный максимум, но Америка еще не начала торговаться. Поэтому здесь еще все может поменяться. Поэтому ждем мы, безусловно, открытия Америки, чтобы уже констатировать ситуацию по СНП. Новозеландец, в отличие от Австралийца, локальный максимум обновил. Но, как говорится, еще не вечер. Если мы сможем также закрепиться ниже минимальной значения вторника, то это будет означать начало как раз коррекции. И, собственно, здесь мы будем также ждать коррекционное движение. Ну, а уровни для покупок здесь как раз выглядят интересно. Но если мы придем на область минимальной значения, которую мы видели в августе, то, в принципе, хорошие уровни для входа. То есть, это уже область 65-14. То есть, вот отсюда было бы как раз интересно закупиться и на продолжение тренда. Золото немного корректируется. То есть, в принципе, сейчас вышел я в понедельник. Мы еще немножко подросли. А вот сейчас как раз у нас формируется разворотная модель. И по золоту мы можем увидеть еще одну коррекцию. Поэтому здесь движение в область 1900. Также может быть интересной точкой для входа на продолжение роста. Но вот сейчас мы находимся в фазе коррекции. Тренируется, что покупать я не буду. Буду ждать ее завершения. И буду уже рассматривать покупки. ДАКС. ДАКС пока все еще находится в фазе коррекции. То есть, мы еще не выше того канала, который был сформирован на прошлой неделе. Фактически, сейчас мы уже торгуемся по локальным максимумам. Если ДАКС может закрепиться выше данных уровней, то можем ожидать как раз продолжения роста. Но с точки зрения риска прибыли, здесь ситуация выглядит не очень интересной. Поэтому, наверное, по ДАКСу я входить не буду. Если бы была возможность, то здесь мы увидим еще одну волну коррекции. То есть, примерно в область 12797, то оттуда я бы рассматривал вход. С текущих уровней, конечно, с потенциальной целью движения на максимум 26 августа. То есть, тут выглядит не очень интересно. Если мы закрепимся, еще сходим к минимальным значениям, которые были сформированы вчера, то, возможно, в ДАКС я войду. Но пока просто за ним наблюдаю. СНП, как я уже сказал, обновляет локальный максимум. Сейчас по фьючерсу на СНП 500. Ну и в данном случае по CFD контракт на СНП 500, который я как раз и торгую. Мы сейчас видим торговлю на 3545. Хотя недавно еще мы были на 3400. Но вот победное движение СНП 500 продолжается. Фактически, следующей цели уже данная цель 3500 уже, собственно, пройдена. Следующее движение на 3600 здесь мы можем дать. Но, как я и говорил, вполне вероятно, что на рынке может назреть коррекция. Не факт, что она, конечно, будет какой-то большой. Там 5-6% вполне нормально для того, чтобы перезайти уже по более низким ценам и продолжать как раз движение с данным инструментом. Конечно, в покупки здесь я входить не буду. Я уже и так купил Apple по локальным максимумам. Фактически, вот эта акция, которая может несколько нивелировать ситуацию по моему портфелю и выступать драйвером роста, как она это делает для, опять же, индекса СНП 500, для Dow Jones. Ну и вот я для себя эту компанию тоже пока буду держать. Ну и тем более я пользуюсь продукцией Apple и другая мне не подходит, не нравится. Поэтому здесь этот момент тоже для меня интересен. Нефть пока стоит в диапазоне, если мы берем по CFD на нефть марки Brent, то есть диапазон 45, ровно 46. Вот в данном боковике мы пока колеблемся, но пока все-таки общая динамика также здесь сохраняется восходящая. Тем более тут негатив по добыче нефти, который может как раз немножко подбавить цены на нефть. Ну и, собственно, это может отразиться и на нефтедобывающих компаниях, и на самом активе. Ну вот такая у нас среда, довольно-таки волатильный рынок. Мы все еще продолжаем расти, но уже есть некоторые признаки начала коррекции. Как мы сейчас с вами посмотрели, доллар начинает укрепляться, хотя СНП все еще продолжает движение в рост. Поэтому здесь я для себя, если резюмирую такую ситуацию, буду ожидать коррекцию для того, чтобы закупаться по тренду на укрепление американского доллара, прошу прощения, на ослабление американского доллара и на рост фондового рынка. Кстати, эти события и также новые покупки Уоррена Баффета мы обсудили на подкасте «Два трейдера», который уже записан, который уже добавлен на все площадки. Ссылочку оставлю также в описании к этому видео, поэтому послушайте. И, возможно, для вас рынок Японии будет также интересен, как и для Баффета. Ну а на сегодня это все. Не забудьте поставить лайк, вопросы оставляйте в комментариях. Ну а мы с вами увидимся в пятницу и посмотрим, как завершается текущая торговая неделя. Всем спасибо за внимание и до свидания.